Медицина в Арктике – экологически фундаментальные прикладные аспекты. Так называется форум, который проходит сегодня в СГМУ. На его площадках собрались ведущие врачи региона в центре обсуждения, как сберечь здоровье человека в Арктике и помочь ему адаптироваться к суровому северному климату. В первую очередь нужно установить причины, факторы, вызывающие повышенную заболеваемость. Во-вторых, необходима ранняя диагностика болезни на доклинической стадии. Ну и в-третьих, это принятие мер на государственном уровне по первичной профилактике, направленной на улучшение качества окружающей среды. Сегодня у стен САФУ появился настоящий чум, который можно встретить в Ненецкой тундре. На монтаж арктического жилища ушло 4 часа. Каркас из деревянных брусьев обтянут олиниями-шкурами. Участие в монтаже чума принимали и волонтеры Арктического форума «Студенты САФУ». В течение двух дней чум будет наполнен предметами быта коренных народов Севера. Для гостей форума будут организованы экскурсии и лекции о специфике строительства в условиях Севера. Подойдут у нас участники самодеятельного Ненецкого театра «Иллипс», которые будут все дни форума здесь работать и представлять ненецкий народ, их трудолюбие. Это будут живые картинки. Женщины будут напевать, будут выделывать шкуры песца, шкуру оленя. Владельцы сгоревших на прошлой неделе в Урдаме катеров заявили о бездействии правоохранительных органов. Напомним, в ночь на 20 марта у переправы через Вычигду в деревне Паламыш в результате поджога были уничтожены два катера-буксира, пострадавшие в ходе нападения злоумышленников «Сторож» до сих пор находятся в больнице. По словам предпринимателей, за последние три года это не первое нападение на имущество бизнесменов, организующих паромную переправу в Урдаме. Так, два года назад неустановленные злоумышленники пытались сначала сжечь, а затем потопить баржу, задействованную в автопассажирских перевозках. Кроме того, был случай ночного поджога катера-буксира вместе с командой внутри. Капитан судна тогда получил серьезные ожоги. «Мы в этом регионе тоже старались развивать туризм, стараемся развить, привлечь гостей, чтобы к нам приезжали. Был построен гостевой дом в деревне, 20 километров до мы. То есть стоимость дома 10 миллионов рублей. Его сожгли дотла». Наша телекомпания готовит официальный запрос в правоохранительные органы о сложившейся в Урдаме ситуации. Сегодня день войск Национальной гвардии. Указ о создании нового ведомства в апреле прошлого года подписал президент Владимир Путин. В нашем регионе в состав войск Национальной гвардии входят подразделения вне ведомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы и спецподразделения ОМОН и СОБР. За 2016 год архангельскими нацгвардейцами раскрыто свыше 200 преступлений, задержано почти 900 человек, а за административные правонарушения около 30 тысяч. 1 апреля в Архангельске состоится уникальное шоу. У его участники – люди, зеркально похожие друг на друга. Шоу «Близнецов» проходит в нашем городе уже четвертый раз. В этом году заявилось 40 пар. Самым маленьким всего – 7 месяцев. Их выступление можно будет увидеть 1 апреля в 16 часов в культурном центре «Соломбола Арт». На сцене будет происходить некое шоу, некое действие. Будут выступать пары «Близнецов» как отдельно с концертными номерами, а так и в этом году мы попробовали уже настоящий сводный хор из пар «Близнецов». Я думаю, что такого в России еще не существует. На стадионе «Труд» в Архангельске состоялся турнир по хоккею с мячом на валенках. Он вошел в программу зимних арктических игр. Награды разыграли семь команд. Среди участников – как любители, так и профессионалы, воспитанники водников. По итогам определились две лучшие дружины – «Искра» и «Торнадо». Они искрестят клюшки в суперфинале, который пройдет 29 марта. Тогда же состоится и товарищеский матч между командой Архангельской области и сборной Международного арктического форума. Усложнение, конечно, на валенках. Здесь нет наката, как на коньках. Снег, как видите, очень рыхлый. И тяжело бегать 20 минут. Особенно, если триггеры подряд поставят, считайте, целый час бегать. Выдыхаешься быстро. Но нам привычно, мы привыкли спортсмены. В Архангельске прошло первенство Северо-Западного федерального округа по КУДО. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Архангельска, Вологодска, Ленинградской, Калининградской и Псковской областей. Ребята, занявшие первые и вторые места, получили путевку на первенство страны. Оформили ее и три архангельских КУДОиста. Среди них победительница турнира Полина Шошина, не оставившая шансов соперницам. Нужно перед каждым боем смотреть противника, как он действует, продумывать его дальнейший шаг. Ну, в данный момент, спасибо тренеру, он подсказывал, какие движения лучше делать, какие приемы лучше использовать. Завтра в Архангельске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3,8, днем от минус 2 до плюс 3 градусов тепла.